МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это культурное обозрение в студии Анастасия Гришина. Сегодня в программе. Сюжеты из детства, перенесенные на холст в выставочном зале, вывесили картины Марии Васильевой. Читать научит робот. В Анценске открыли модельную библиотеку. Охотничий фестиваль в Спасском спустя 200 лет в родовом имении Тургенева решили возродить некогда любимое мероприятие классика. 60 фрагментов из детства в областном выставочном центре презентовали работы Марии Васильевой. Картины в технике масляной и акриловой живописи, а также декоративное панно оценят те, кто знаком с российской глубинкой. О близких почти к каждому сюжетах расскажет Карина Лаврушина. Орловчанка Мария Васильева с детства любит живопись, как и родной край. Во многие свои картины она вкладывает память о поселке Победа Крамского района. В свои детские годы в нем она проводила каждое лето. О таких деревенских полотнах она отзывается с особым трепетом, потому что кроме этих картин и воспоминаний из ее детства ничего не осталось. Бабушкин домик в поселке семья Марии продала 10 лет назад. Именно тогда она и начала создавать цикл картин родом из детства. Ностальгию по былым временам художница передает и через особый символ – образ коровы. Это одно из ярчайших впечатлений детства тоже. Это очень красивые животные, очень разные, очень цветные. У каждой своя индивидуальность. И они меня впечатлили настолько, как будто бы это были какие-то инопланетные существа. Помимо воспоминаний на обозрение орловчан Мария выставила и свои фантазии. Искусствоведы называют оригинальную технику, в которой работает художник, индустриальными коллажами. Сама Мария таких определений избегает. Рассказывает, что просто берет промышленный мусор и переносит его на холст. В ход идет все. Порой сама Мария понятия не имеет, из чего она делает свои панно. Вот здесь рубероид в основе, который крышу кроет. Детали сумок, кожаных, кожзаменитель, наверное. Резиновые какие-то детали. Издалека все эти, казалось бы, неказистые предметы собираются в яркие изображения обитателей морей и океанов. Как призналась Мария, на панно она изобразила свою мечту – поездку на отдых к океану. Карина Лаврушина, Андрей Погосян, телеканал «Первый областной». В Амцинске открыли библиотеку нового покорения. Привычные читальные залы остались в прошлом. Теперь юных амчан ожидают мобильные стеллажи. Издание с дополненной реальностью. Экскурсии по зонам проводит робот Маша. Наш корреспондент Наталья Чунина одна из первых оценила новшества. Гости в ожидании приглашения открытия детской модельной библиотеки на свежем воздухе. Еще год назад своими силами здесь разрабатывали дизайн-проект. На экране визуализировали, казалось бы, недостижимые идеи. Благодаря нацпроекту «Культура» мечты обрели форму. Красная ленточка перерезана. Мценская детская городская библиотека открылась. Яркая, красочная, современная. Первая модельная в регионе и пока единственная. Интерактивная доска, информационный киоск, книжный фонд, 8 тысяч экземпляров. И роботы ждут читателей. А я робот-блиотекарь Маша. Приглашаю вас посетить событийную площадку библиотеки. Это многофункциональная и трансформирующаяся территория. В обычном режиме здесь находится читальный зал. На стеллаже представлены качественные энциклопедии по разным отраслям знаний. К слову, на обновление книжного фонда здесь потратили 1 миллион рублей. В результате появились книги с дополненной реальностью. Читателям будут выдаваться планшеты со специальной программы. Наводим экран на картинку. Привет, я кот. Ой, приятно познакомиться. Я кот в сапогах. Всего на апгрейд библиотеки было выделено 5 миллионов рублей. Основная часть средств ушла на переоснащение. Тифло-плеер, ноутбуки, развивающие игры и конструкторы. А умный глобус, что на полке, составит нешуточную конкуренцию любому учителю географии. Например, мы можем изучать языки. Ну, есть, например, Индия, условно говоря. Заразный язык Индии. Хинди. Чтобы поздороваться в Индии, скажи намасте. Таких возможностей у глобуса очень много. Помимо всего этого он у нас разбирается. И внутри мы можем изучать с помощью его начинки устройство нашей Вселенной и устройство нашей планеты Земли. Кстати, модернизировали и привычный формуляр. Читательские билеты стали электронными. Все книги прочипировали. У каждого посетителя теперь собственный личный кабинет. Кстати, новшества уже оценили. Предыдущая библиотека не была такой современной, как эта. Здесь более современные и компьютеры, и книги хорошие. Я люблю читать книжки, фантастики и про животных. Я буду приходить сюда. Мне понравился тот компьютер. Еще понравился мне много конструкторов. Первую модельную библиотеку в нашем регионе открыли. На очереди еще одна. Пушкинка распахнет свои двери в начале октября. А уже в следующем году в рамках нацпроекта «Культура» модернизируют еще два учреждения. Мы подали заявку в наш регион по результатам конкурсных процедур. На сегодняшний день мы имеем понимание, что город Орел и город Мценск также модернизируют две свои библиотеки. Предусматривается грантовая поддержка в размере 20 миллионов рублей, то есть по 10 миллионов на каждую из библиотек. Наталья Чунина, Ирина Волкова, телеканал «Первый областной». Наш земляк Иван Сергеевич Тургенев, как известно, прослыл большим любителям охоты. Спустя более 200 лет в его родовом поместье провели первый в истории Спасского-Лутовинова охотничий фестиваль. Организаторы рассчитывают на ежегодную ротацию мероприятия. Сергей Прошкин расскажет подробнее. Охотничий фестиваль под названием «Записки охотника», проводимый в музее-заповеднике Спасского-Лутовинова, привлек внимание не только охотников, но и огромного количества посетителей со всей области. На торжественном открытии гостей встречали лично Иван Тургенев и Афанасий Фед. «При первом нашем знакомстве просто упрошу вас прочесть на память какой-нибудь из ваших еще ненапечатанных стихотворений, а затем вспомните, я просто упрошу вас побывать у меня в Спасском». «Самое главное, что нас объединило, это художественный инстинкт и не последнюю роль сыграла страсть к охоте». Вот таким театрализованным представлением здесь объявили об открытии фестиваля. Гости собрались солидные, под стать тематике. Например, главред одного из крупнейших охотничьих изданий Валерий Кузенков. «До меня охота – это вообще профессия моя. Я биология охотарея. Я 40 лет практически работаю в системе охотничьего хозяйства. И без охоты просто жить не могу, как многие из вас». Губернатор Андрей Клычков поучаствовал в круглом столе для участников деловой программы. С экспертами из других регионов удалось обсудить вопросы применения новых охотничьих правил. «Мы приняли решение уже сейчас создать наш большой общественный совет. Подойдут и ученые, и эксперты, и сами охотники, для того, чтобы мы вместе вырабатывали общий алгоритм сохранения наших биоресурсов и, безусловно, условий для наших охотников. Ну и, конечно, сегодня выставка собак, развлечения для детей, возможность поесть на свежем воздухе. И все это сделано с максимальной безопасностью для наших детей в условиях всех ограничений, связанных с коронавирусом». Для тех же, кто не обременен мыслями о развитии дела охотнического на Орловщине и пришел развлечься, подготовлена была программа «Обширная», поведал директор музея-заповедника Сергей Ступин. «Выставка охотчих собак. Затем вот здесь на поле происходит выступление наездников. Приехали джигитовщики из Серпухова. Выступает конно-спортивный клуб «Вязки». После окончания их выступления начнется показательное выступление соколятников. Будет такая соколиная охота. Правда, ни одно из животных не пострадает, но это будет очень интересно». На канале «Охота и рыбалка» Ираида Кузенкова занимается кулинарной программой. Для гостей фестиваля провела мастер-класс с дегустацией. Понаблюдать за процессом, послушать секреты мастерства и отведать шурпы смогли все желающие. Самые маленькие охотники поучаствовали в специальном охотничьем квесте с испытаниями. А для любителей рукоделия здесь выделили свой уголок для самовыражения. «Десять лет работала в Доме творчества, а сейчас уже на пенсии продолжаю, потому что я дня не могу, как алкоголик. Тому надо бутылочку, а мне надо глины и сделать игрушечку. Без этого мне день не день». Организаторы надеются, что фестиваль разделит судьбу местного Тургеневского шахматного турнира. То есть случится в следующий раз ровно через один год. Сергей Прошкин, Кирилл Иванов, Телеканал, Первый областной. О других интересных событиях из культурной жизни региона в нашем дайджесте. Детский парк распахнул свои двери для самых маленьких орловчан и их родителей. Парк заработал совершенно в ином формате. Интерактивные зоны, современные качели и тренажеры, карусели, фонтан и многое другое теперь доступно орловской детворе. Книгу, посвященную поэту Евгению Аграновичу, презентовали в Орле. Монография «Вечный огонь» – произведение о жизни и творчестве нашего земляка. Автор слов таких известных песен, как «Вечный огонь» из фильма «Офицеры» и «Я в весеннем лесу пил березовый сок». Кванториум сделал остановку в Орловском районе, в поселке Знаменка. Оценили возможности технопарка местные школьники. На создание Кванториума из федерального бюджета было выделено более 16 миллионов рублей. Как провести время с пользой? Орловские музеи и библиотеки открыты для посещений. В библиотеке имени Бунина проходит выставка «Загадочные миры братьев Стругацких». В музее имени Бунина выставка в зале периодики «Мне нельзя без России». В Краевическом музее выставка детских работ «Я рисую этот мир». Там же выставка живописи и декоративно-монументального искусства Людмила Белоножко и Елены Федориновой Письменской. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова